Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол от жизни и это последний выпуск карьеры за Манчестер Юнайтед. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел очередной выпуск про ВДИК Пенальти, поэтому перейдите по ссылочке в описании, посмотрите, поставьте лайк, напишите комментарий, давайте вместе продвигать этот ролик. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал РНТ, ссылочка на него тоже есть в описании под этим видео. Давайте вместе подпишемся, добьем 40 подписчиков, мне будет очень приятно. Ну что же, мы сегодня заканчиваем карьеру за Манчестер Юнайтед. У нас вот эта вот такая карьера проходила с FIFA 17, мы в 17-м году отыграли за Краснодар целый сезон, в 18-м году мы отыграли, если я не ошибаюсь, за Ювентус, 19-ю FIFA мы, к сожалению, пропустили, в 20-м году мы отыграли за Барселону, ну и вот в 21-м году мы перешли, так сказать, на новый для нас вид, это проэволюшн сокер, поэтому в этом году мы играли за Манчестер Юнайтед. После этой карьеры будет карьера за Лестер Сити, мы сразу же заканчиваем эту карьеру и будем начинать абсолютно новую, то есть не будем отсюда сразу же из Манчестера переходить в Лестер, мы заново начнем, так что цель у нас будет там выиграть Лигу Чемпионов. Ну что же, давайте переходить уже к самому матчу, играем дома, матч Манчестер Юнайтед против Лицца, у нас два останется матча в чемпионате, давайте вот Хендерсона выпустим, дадим некоторым игрокам тут, естественно, отдохнуть, ну и пожалуй я вот таким вот составом выйду на матч против Лицца. Ну что же, Манчестер Юнайтед против Лицца, поехали. Ну что же, Олд Траффорд, Манчестер Юнайтед против Лицца, 37-й тур английской премьер-лиги, поехали. И мы пропускаем, Родриго нам, это же Родриго или нет, нам забивает, очень опасный был, конечно, сейчас момент, да, Родриго, и все, то есть мы давно не пропускали, во-первых, первыми уж тем более. И отлично, 1-1, забивает Мейсон Грин, вот сравнивает счет, 75-ая минута, супер. Так, неплохо. И, и мы забиваем, без офсайда, Мейсон Гринбуд забивает дубль, 87-ая минута, замечательно. 2-1, минимальная, но домашняя победа, супер. Проигрывали, но смогли отыграться, волевая победа. Ребята молодцы, особенно Гринбуд, я его уже даже ставил на замену, Марсиалин с него вышел. И вот прям перед самой своей заменой он забивает дубль, очередные 3 очка у нас, замечательно. Ну что же, у нас 3 очка Лидерса на 4-м местом, 5 очков отставания до 2-го, то есть мы либо закончим сезон на 3-м, либо на 4-м. Ну я не знаю, там по очным встречам будет ли смотреть против Тоттенхэма, я не знаю даже нашу статистику. Так, скауты нам находят левого защитника, естественно мы не будем там продолжать карьеру, но в любом случае надо бы докупить их, чтобы уж точно до конца завершить. Так, ну тут нам находят прям нечистых левых защитников, к сожалению. Ну вот кстати Киран Терни. Так, а мы получается Уильямса же вроде продаем. У него 77-й рейтинг. Так, давайте по убыванию. Да, Уильямс переходит в Уверхэмптон, поэтому будем подписывать, наверное, мы Кирана Терни. Так, ну у него нам вообще замечательно все хватает. Попробуем за 10 миллионов почти договориться, 2,5 миллиона в год. Так, ну сейчас у нас финал Кубка Англии, мы играем против Челси. Матч очень важный. До лота даже выпустим, потому что форма у него получше. Так, ну все. Вот таким составом мы выходим, практически ничем он не изменился. Только вот Гризман и Марсиале в нападении и до лот. Ну до лоты был, кстати, в матче против Лидса. Ну и также Давид Дехея на воротах. Поэтому посмотрим. Челси против Манчестер Юнайтед, финал Кубка. Так, давайте мне вот это вот не нравится, что у нас форма не красная. Все как бы на нейтральном там стадионе же играем, поехали. Итак, мы на Уэмбле. Челси против Манчестер Юнайтед. Эти команды не борются за чемпионство. Но вот единственный, наверное, трофей, который они могли бы завоевать в Англии в этом сезоне. Сейчас у них должно это получиться. Челси против Манчестер Юнайтед. Лондон против Манчестера. Интересный матч у нас сегодня с вами должен порадовать. Поехали. Все, заканчивается основное время. Счет у нас 0-0. Не знаю, то ли сразу сейчас будут пенальти, то ли дополнительное время. Да, в дополнительное время мы переходим. Так что есть у нас еще 30 минут, чтобы постараться забить ворота Челси. И Джейдон Санчо забивает в финале Кубка Англии. 100-я минута. Отлично. Парень этот может нам сейчас принести наш единственный трофей в Англии в этом сезоне. То есть не зря мы, наверное, в Манчестер переходили. Ну, супер. Просто раскатали. Здесь Решмард хорошо так вытянулся. На него защитник не выходил. И все. Финальный свисток. Джейдон Санчо приносит нам единственный трофей в Англии. Пока что наш первый трофей. Это Кубок Англии. Замечательно. Хорошо дожали здесь соперника. И вот не зря купили действительно Джейдона Санчо. Свой важный гол он все-таки забил. Райн Гиггс празднует эту действительно важную победу. Потому что это первый наш только трофей. В чемпионате у нас, к сожалению, не получится ничего завевать. Наверное, только бронзовые медали. Ну и также у нас Лига Европы мы не забываем. Финал против Ромы. Ну все. Кубок нам, скорее всего, не будут здесь даже показывать. Аплодисменты болельщикам, которые приехали в Лондон из Манчестера. Спасибо всем большое. По статистике можете посмотреть. Били мы больше. Точнее оказался Челси. Пасовались, кстати, на равных практически. Поэтому матч действительно был равный. И один момент мы его переализовали. Итак, сидим мы с Бруно Фернандешем на конференции, наверное, перед финалом этой Лиги Европы. Либо чемпионат, я не знаю. Получайте удовольствие от игры. Что-то я не посмотрел. Ну, кстати, странно, что сначала у нас финал Лиги Европы идет. А потом, кстати, игра против Тоттенхэма. То есть здесь Тоттенхэм сейчас будет действительно бороться за победу. Так, ну что же тут по Тирне у нас? Да буквально здесь на 600 тысяч. Побольше и все. За 10,5 миллионов мы подписываем Кирен Тирни. Вот. Поэтому все замечательно. Так, ну по плану игры здесь все вроде там нормально. Мне надо теперь посмотреть дальше все-таки. Мы не бросаем работу, хоть и не будем дальше продолжать. Диога Далота надо теперь продавать. Выставим мы его на трансфер. И будем искать правого защитника теперь. Так, лучший игрок у нас стал, кстати, Маркус Решфорд. Именно Кубка Англии. А Решфорд теперь у нас маэстро. Так, переходим уже к самому составу. Будем готовиться сейчас. Посмотрим, кто там по форме. Ну вот Шкринер, кстати, не сыграет в финале. Даже, наверное, давайте Байли, у него форма-то получше. Но я не буду рисковать. Поэтому выпустим вот такой состав. Мог я и Мактомина, конечно, выпустить. Хотя давайте и попробуем. Почему бы и нет? В любом случае у нас есть все замены. Если что, выпустим. Манчестерина этой против Ромы. Хитарян против своей бывшей команды играет. Поехали. Итак, стадион Джека Парк. Я вообще не знаю, где это. Может, здесь там видно будет. Но это Нюкафа, наверное, какой-нибудь. Я не знаю, но что-то похоже. Сейчас посмотрим там по оформлению стадиона. Должны там показать. Мне почему-то кажется, что это действительно Нюкасл. Очень похож, конечно. Ну, вроде даже это и так и есть. Нет, это Базель почему-то. Значит, Швейцария проходит финал. Поехали. Манчестерина это Рома. Финал Лиги Европы. Удар Гризмана. И это 1-0. 11-ая минута. И мы забиваем. Супер. Вот. Вот. Это именно новые трансферы наши забивают. Которые мы подписали зимой. Санчо, Гризман. Молодцы. И удар. И это 2-0. И это Антони Марсиаль. 29-ая минута. Манчестер Юнайтед. Я сейчас даже вспомню. Это вроде год был как раз 2017-й. Когда Манчестер Юнайтед играл в финале Лиги Европы против Аякса. Тогда забил как раз Манхитарян с углового. И вот он шанс для Антони Марсиаля. И он забивает дубль. 67-ая минута. Хорошая сейчас была передача. Сейчас давайте посмотрим от кого. Ну Гризман. Гризман выдал передачу. У него гол плюс пас. У Марсиаля дубль. Замечательно пока что. И вот Марсиаля бежит забивать хэт-трик. И у него это получается. 86-ая минута. Антони Марсиаль забивает хэт-трик в финале Лиги Европы. Здесь замечательно. Потерял, конечно, мяч. Санчо, да, выдал голевую передачу. Ну и так вот. Переиграл у братаря. И все, финальный сесток. Забивали сегодня в финале только французы. Хэт-трик. Антони Марсиаля. Один гол от Антуана Гризмана. Замечательно. Гиггс доволен. Два матча, две победы у нас сегодня. Замечательно. Ну, кстати, эмблема очень прикольная у Ромы. Супер. Манчестерина становится обладателем Лиги Европы. Мы точно попадаем в групповую стадию Лиги Чемпионов в следующем сезоне. Фотография с кубком. Все замечательно. Бруно Фернандошко, капитан команды. Спасибо всем болельщикам, кто приехал в Швейцарию на этот финал. Ну и все. Практически моменты-то были вот у Ромы. Просто не реализовали их. Ну и лучшим игроком стал Марсиаля. Естественно, оценка 8.5. Итак, Марсиаля у нас теперь Иван Грозный. Кстати, почему в японской игре вот такие вот прозвища дают? Вообще странно. Так, ну и что по нашей коллекции побед? Вот. То есть у нас Кубок Англии и Лига Европы. Все. Так, ну у нас сейчас последняя игра. А в чемпионате играем мы против Тоттенхэма. Впервые у нас 4 матча мы отыгрываем за выпуск. Так, ну Магуайр, я так вижу, играть вряд ли сегодня будет. Линделев на поле. Давайте Уильямса выпущу. Вандебек. Решфорд и Гринвуд. Вот так вот. Не знаю, Дехея устанет или нет на воротах играть. Немножко у него слабовато стамина, но посмотрим. Мью против Тоттенхэма. Поехали. Итак, Олд Рафорд. Играем еще при том, что и дома. То есть надо болельщикам точно дать задел на следующий сезон. Закончить сезон с высоко поднятой головой. Потом посмотрим, как сегодня у нас все пройдет. И мы пропускаем. Семьдесятая минута. Харрикейн забивает. Нам надо, естественно, что-то снова менять. Выпускаю Санчо. Посмотрим. И все. Финальный сесток. Мы проигрываем Тоттенхэму в последней финальной игре. Я сейчас не знаю. Тоттенхэм сравнялся с нами по очкам. Но честно, я теперь не знаю, будем ли мы на третьем месте, либо Тоттенхэм. Мы остаемся на третьем месте. Замечательно, наверное, там по разнице мячей. Посмотрели, потому что у нас плюс 35, у них плюс 24. Все равно замечательно. Ребята молодцы. Занимаем мы третью позицию, третье место. Бронзовые медали наши. Итак, сборная сезона. Но здесь у нас только один единственный игрок. Это Антони Марсиаль. Из Манчестер Юнайтеда попался. Поэтому, в любом случае, молодец. Поздравляем его с этой наградой, с этим достижением. Итак, у нас здесь переговоры. Скауты нам, скорее всего, нашли правого защитника. Давайте посмотрим. Ну, Эдер и Милитау нам нашли. Добавим в список. Так, я не знаю. Вот Маэхли. 79, правда, у него рейтинг. 79 рейтинг. Я добавлю пока что. Хотя и вот есть у нас. Так, сейчас глянем. Здесь тоже не против нам его продать. Так, есть ли здесь кто-нибудь еще на эту позицию? Так, ну, там-то у нас и Маркини, и Шекиных вроде были вот. На правого защитника. Давайте посмотрим, по кому здесь предложение пришло. Ну, вот Диога Далота хотят купить в Шеффилд. Попробуем подороже. За 13,5 миллионов. Так. Далот. 78 рейтинг. То есть я бы в любом случае, наверное, лучше Бонетто бы купил. Хотя вот Милитау, я не знаю, за сколько нам его... Ну, кстати, мы сможем, да. Давайте попробуем. Почему бы и нет. Милитау на правого защитника подпишем. Итак, нам Тоттенхэм предлагают, чтобы мы стали их главным тренером. Но я все-таки не Жузе Мауриню, чтобы и Манчестер, и Тоттенхэм тренировать. Так, еще и Вейли какой-то. Ну и Решфорд попал у нас в сборную месяца. Единственный игрок. Дэвид Дехэй, кстати, плюс один к рейтингу дал. Шкринер плюс один. Молодцы. Но остальное это молодежка пошло. Так, пошли у нас снова переговоры. Очень много причем. Давайте посмотрим. Милитау за 20 миллионов мы согласны в любом случае. Все, у нас остается там 5,5 миллионов фунтов стерлинга. Так, по Марсиале пришло предложение от Интера. Так, сколько у нас вообще Марсиале? Ну, смотрите, у него 55 матчей за сезон за этот получается. 29 забитых мячей и 14 голевых передач у нас там. Интер им интересуется. Мы отменяем все переговоры. Потому что ему 26 лет, и он у нас главный в нападении. Так, ну за 11,5 миллионов мы продаем далотов в Шеффилд. Так, подписали мы, получается, нашего Эдера Милитау. Теперь надо вот вместо Мактомины нам находить игрока. Так, нам еще там правого защитника вот находят. И нашли Тилу Кэррера, но уже не нужно, к сожалению. Поищем центрального полузащитника теперь. Так, шестое место мы теперь, кстати, занимаем в рейтинге клубов. Мы в Лиге Чемпионов будем участвовать. Милитау переговоры. Да, но мы его точно уже все подпишем. Ну и все. Так, работа в клубе Ланус. Продление вашего контракта. Так, у нас сейчас игра, кстати, против Олдбойсов. Давайте посмотрим, кто завершает карьеру. Ибрагимович, Витола, Беланда, Хуакин, Маскерана, Годин, Иванович, Набабкин, Гильерми. Ну, остальных вы вроде как видите. Поэтому просимулируем, естественно, этот матч. Отыгрывать мы его не будем. 1-0, супер. Итак, перейти в следующий сезон. Ну, давайте все, да, подводим итоги. База данных. Там посмотрим все сейчас быстренько. Так, ну, Лигу Чемпионов, кстати, надо посмотреть, кто выиграл. Выиграл, кстати, Манчестер Сити. Они, кстати, вот смотрите. Мы одни из лучших сейчас в мире именно английской премьер-лиги. Первое, второе, третье место АПЛ сыграли в финале Еврокубка. Еврокубков. Первое место АПЛ. Против второго места АПЛ сыграли в финале Лиги Чемпионов. Но вот третье место попало еще и в финал. То есть, уровень английской премьер-лиги действительно поднялся после этого сезона. Лучшим стал бомбардиром Садио Мане. 8 забитых мячей. Лучшим ассистентом стал Тренд Александр Арнольд. Ну и Лигу Европы давайте посмотрим. Лучшим бомбардиром стал и Мобиль. У него 11 забитых мячей. Наш Марсиаль на втором у него 9. Ну и лучшим ассистентом стал Марсиаль. То есть, действительно, мне кажется, он игрок турнира там. Только мы не посмотрим это уж точно. Так, Ливерпуль и Челси. Здесь Челси 4-3 выиграли в дополнительное время. Ну и поехали по чемпионату. Лучшим бомбардиром стал Садио Мане. У него 20 забитых мячей. 18 у Марсиаля. То есть, молодец. Неплохо так себя показал. Так, ну и зачем-то в индивидуальные зашел. Лучшим стал Дебрюйне. Тренд лучший ассистент. Как и в Лиге Чемпионов, так и здесь. Но у нас Марсиаль. То есть, он очень хороший сезон проявил. Он стал в нашем клубе лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом. Но остальные лиги мы не будем смотреть, мне кажется, ни за чем. Все. Рейтинг клубов, пожалуйста. Мы находимся на шестом месте. Сити и Ливерпуль. Ну, здесь практически так все и закономерно. Мы третья команда в АПЛ. Поэтому мы третья команда здесь, среди английских команд. Все, друзья. Завершаем мы сезон. Завершаем карьеру за Манчестер Юнета. Всем спасибо большое за то, что следили за нашей карьерой. Пройдет время сейчас немножечко. И мы стартанем с карьеры за Лестер-Сити. Цель будет победа в Лиге Чемпионов. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok